Концепция, о которой кратко можно сказать сам себе дизайнер, постепенно утрачивает актуальность. Для создания стильных интерьеров предпочтительнее приглашать специалистов. Правда, в свою очередь, профессиональные дизайнеры утверждают, самые лучшие проекты получаются тогда, когда в процессе участвуют две стороны – хозяин помещения и художник. О результатах такого совместного творчества мы и расскажем. Вместо стандартов, прижившихся в наших квартирах еще со времен хрущевок, сегодняшний тренд – свобода выбора в планировке и внутреннем обустройстве дома. В полете фантазии владельца квадратных метров ограничивает лишь собственный вкус и кошелек. Чаще всего в пожеланиях заказчика превалирует желание создать функциональный интерьер и в то же время очень уникальный, то есть какой-то необычный, то есть то, чего нет, допустим. Ну и, конечно же, обращают на долговечность материала, то есть это часто натуральное дерево. Но если не натуральное дерево, то хотя бы имитация. Мягкие тона и свет, строгая грация дорогих вещей, мебели, ковра, витражей, а еще непринужденность отдельных деталей. Все это читается в интерьерах спален, гостиных и зон отдыха. В этих пространствах домашнего очага все дизайнерские находки подчинены одной идеей – окружить человека особой атмосферой, в которой ему уютно и спокойно. Важно при этом не нарушить главные заповеди. Роскошь не должна быть кричащей. Любопытно, что в убранстве комнат единый стиль царит редко. Он представляет собой какой-то конгломерат из многих стилей, который впитал в себя все лучшее. Из остальных это может быть и структура, и техническое оснащение хай-тека, это может быть и уют-кантри, вот, и также пластика и динамика барокко.